Как вы относитесь к Высоцке? Самый талантливый человек из всех этих людей, которые взяли в руки гитару, это, безусловно, Владимир Высоцкий. А это поэт, действительно поэт. То есть там есть чрезвычайно высокий элемент именно поэзии. Если вы посмотрите на то, какими ритмами он пользуется, вам все станет ясно. Кем вы себя чувствуете? Гражданину мира, русским или американцем? Я чувствую себя русским поэтом, англоязычным эссеистом и гражданином Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что лучшая комбинация для себя придумать не в состоянии. Это стихотворение 80-го года. Это написано автором. Для его собственного автора день рождения. Я входил вместо дикого зверя в клетку, Выжигал свой срок и крикуху гвоздем в бараке. Жил у моря, играл в рулетку, Обедал черзать с кем в опраке. С высоты ледника я озирал полмира. Трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна. Надевал на себя, что сызнова входит в моду. Сею рожь покрывал черной толью гунна. И не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя. Жрал хлеб из гнания, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки. Помимо воя перешел наш опыт. Теперь мне сорок, что сказать мне о жизни. Что оказалось дневной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной. Из него раздаваться будет лишь благодарность. Это было две-три встречи в Париже с Иосифом Александровичем. Когда был Высоцкий. И вот там в каком-то ресторане сидел Володя Высоцкий и Иосиф. И они были чрезвычайно расположены друг к другу. Иосиф все время просил его петь, Владимир. Конечно, тот с удовольствием его пел. И я видел, что как Иосиф замечательно его слушает. То с какой-то и слезой, то ли так с иронией, то хохочет и так далее.